Утро у Елены Радунцевой началось весьма необычно. Когда женщина вышла на балкон, она увидела, что строители начали вновь возводить кирпичную стену. Елена заявляет, что согласно решению суда 23 июля прошлого года, на строительные работы наложен запрет, поэтому строительство незаконное. Я стала разрушать эту незаконную стену, потому что первый этаж уже второй год, дети, двое маленьких детей живут без солнечного света, нам грозит то же самое. Они опять привели вчера вот этот кирпич, вот это все понатаскали и стали сегодня возводить эту стену. Женщина вызвала сотрудников милиции, которые заявили, что закон нарушает как раз она, портит чужое имущество. А у ресторана министерия есть все разрешительные документы на продолжение строительных работ. Это же заявил и исполнительный директор ресторана. Строительные работы на флигеле нашего здания продолжились согласно ухвалы суда. Проблемы жильцов дома номер 14 по улице Гоголя начались несколько лет назад. Прямо под их домом построили круглосуточное развлекательное заведение Министериум. Местные жители судились с клубом, но тщетно. Одного из ярых оппонентов у веселительного заведения Константина Питкова недели ранее похитили и избили. Мужчина заявляет, что это дело рук представителей клуба. Одесситам удалось на время приостановить строительство. И в течение года их тревожила только громкая музыка по ночам. Так как теперь строительные работы вновь возобновились, и что именно будет построено у людей через стенку они не знают, горожане намерены вновь подавать иски в суд. Максим Шпат, Олег Шпак, Новая Одесса.